Ведь медицина должна быть терапевтической, а не хирургической. Помните слова Великого Пирогова, который говорил, что хирургия это позор для медицины. А у нас сейчас все переводится на хирургию. Это совсем сейчас как бы ошибочная ситуация. И вот, работая с внутренними органами, мы видим как раз немножко другими глазами все процессы. Мы видим паразитов, мы видим вирусы, мы видим грибы, которые находятся в кишках. Но это как бы следствие того, что создалось условие. Иногда создается ощущение, что природа нас создала так, что когда она наполняет нас, вернее, когда мы патологически становимся ненормальными, она наполняет нас червями, вирусами, чтобы мы в землю пришли со своим багажом. И вот с чего же тогда начинать эту работу? И вот, естественно, с одной таблетки, с противопаразитарки, ну, дашь противопаразитарку, ну, отошло часть паразитов. А условия, которые создалось там, органы спазмированные, опущенные, то есть диссонанс присутствующий, то есть передавление каких-то нервных волокон, связей, нарушение этих связей, это все приводит к тому, что, чтобы мы не дали раздельно, дали противопаразитарку, ну, что там, один паразит отошел, на его место пришли другие, те же грибы, которые там присутствовали, они более активно начали развиваться. Вместо паразитов, вместо, предположим, аскориды, пришли большое количество грибов, потому что освободилось место. То есть святое место пусто не бывает. Так и здесь. И поэтому, когда мы начинаем работать с вами, манипулируя на животе, сдвигая, смещая, снимая спазмы, организм себя начинает вести совершенно по-другому. То есть иногда он сам выплевывает то, что ему не нравится. Это может быть в форме, там, человека вытошнил. Иногда бывает, что, ну, это очень редкое явление, но вот за мою, тем не менее, практику, два случая, когда мелкие камни и желчные пузыря ушли с арвоты. А у другого это вышло, предположим, как и положено, но ведь в идее, в основе всего одна идея. Если мы восстанавливаем кровоснабжение той же пучки, если там сформировались камни, то организм их сам и растворяет. Если камни сформировались в области желчного пузыря, то представьте себе, что там раствор желчи перенасыщенный, а наша задача сделать его ненасыщенным. И тогда, как в любая химическая жидкость, если она перенасыщенная, если там убирать соль или сделать ее более ненасыщенной, то соли начинают уходить, растворяться. И вот это основной принцип. Основной принцип борьбы и с камнями в желчном пузыре, и с камнями в почках, ну и в других местах. То есть наша задача восстановить кровоснабжение, лимфообращение, положение органов, и тогда человек ведет себя совершенно по-другому.